Доброго дня, на часах 13.05. В эфире программа «Особое мнение». Время ее неизменно, но сегодня изменилась ведущая студии. Меня зовут Оксана Ковтуненко. Очень давно меня не было в эфире, но пришлось отпустить Светлану Занько, отдохнуть, отпуск. Он нужен всем, поэтому сегодня особое мнение Константина Кропунева. В эфире со мной. Всем доброго дня. Гость мой Константин Кропунев, исполнительный директор АЖО «Финанс» и финансовый эксперт. Доброго дня. Добрый день. Я напомню, что нас можно смотреть, нас можно слушать на эхакирова.ру в разделе «Онлайн-трансляция». И также можно задавать вопросы на сайте эхакирова.ру. Просто на главной страничке вы увидите особое мнение Константина Кропунева. Константин улыбается нам со стороны сайта и улыбается сейчас здесь в студии. Ну что, давайте начнем. Первая тема. С вами, как с финансовым экспертами, мы просто не можем обсудить Питерский экономический форум, хотя это в некоторой степени даже событие мирового масштаба, что уж нам здесь региональному радио его обсуждает. Тем не менее, я считаю, что самое значимое событие политики и экономики в последних дней, да и для области прошел не зря этот экономический форум, подписанный на рандум компании «Наналек», но об этом можно позднее обсудить. Но более того, высказано мнение всевозможных экспертов, самого высокого уровня мировой экономической ситуации, конечно, о России. И о нас. Так вот, наш президент говорит об уверенных позициях России на мировом рынке, а вот и санкции нам не страшны, и рубль крепок. А вот Пудрин, уважаемый многими экс-министр финансов, открыто заявляет, что мы находимся в активной стадии кризиса. Заявление вообще было высказано более чем. Там было много интервью, да, с форума. Вас прошу, какие у вас есть впечатления. Я более чем уверена, вы следили за тем, что обсуждается, так скажем, в верхах, что обсуждается на таком высоком уровне. И, ну, что там наиболее запомнилось? Какие вообще ваши впечатления? Ну, действительно, то мероприятие, которое проходило в Петербурге, оно по некоторым оценкам, его посетило порядка 10 тысяч человек. Это очень такое серьезное мероприятие, где смогли встретиться и пообсуждать многие проблемы чиновники, представители международного бизнеса и, соответственно, российского бизнеса. Это крупное бизнеса, среднего бизнеса и мелкого бизнеса. То есть было там ряд, довольно много различных мероприятий в ходе этого форума. И, по всем оценкам, то есть самое большое впечатление, конечно, произвело выступление Владимира Владимировича Путина. Ну, тут в этом сомневаться не приходится, потому что все ждали, что он скажет в нынешней, так скажем, текущей ситуации, которая не настолько простая, как была там... Непрозрачная даже, да? Да, как было там год или два назад. В первую очередь хотелось бы отметить, что сказал Владимир Владимирович, то, что все же наша экономика России, она остается открытой для западного бизнеса и, так скажем, это от него многие хотели как бы услышать, что все же мы не будем закрываться, то есть не будем делать ставку не только на российские предпринимательские круги, но также готовы работать и как с крупным, так и с средним международным бизнесом. Также можно отметить, что Владимир Владимирович все же признал, что у нас на данный момент в стране есть все предпосылки кризиса, но, как он сказал, что мы прошли всю же острую стадию и, условно говоря, острую стадию кризиса уже позади, хотя, что это значит, как бы, и как это трактовать, то есть то ли мы начали выходить из кризиса, то ли его вообще не было, то ли он будет продолжаться и дальше, но, так скажем, более слабыми темпами, то у всех оценки несколько расходятся. Что еще понравилось, это когда Владимир Владимирович Путин встречался с представителями среднего бизнеса и практически самым главным вопросом, который задали ему представители среднего бизнеса, они попросили его поддержать доллар, то есть не рубль, то есть я не оговорился, а поддержать доллар. Мне показалось, что это был в некоторой степени такой, не рекламный, но такой, можно сказать, промоход в какой-то степени. Не думаете так? Я думаю, это было как бы очень естественно и очень, так скажем, правильно, потому что бизнес российский, ну, почувствовал все преимущества того, ну, смогли одевальваться национальной валюты, когда наша продукция стала гораздо конкурентоспособней на мировом рынке, и бизнес, который занимается каким-либо, так скажем, импортом продукции, они смогли заработать, так скажем, в начале этого года, ну, существенные прибыли. Ну, вот, тем не менее, буквально там проходит на прошлой неделе, завершается Питерский экономический форум, и там сначала вот возникает новость вчерашнего дня о возможных трудностях для россиян при получении шенгена, тех, кто посещали Крым, а потом российское правительство вносит в администрацию президента документы про отделение продуктового эмбарго. То есть, возможно, может ли эти меры, вот там обоюдно быть, какой-то реакцией там на такую уверенность в выступлениях нашего президента и вот в таких вот всех... Я попробовал поискать информацию по проблемам с шенгенскими визами для посещающих, посетивших Крым. Информация довольно-таки, так скажем, однобокая и странная. То есть, во-первых, она исходит практически из одного источника, от некой организации, которая называется «Общественный контроль». И тут немножко как бы попафия от неким черным пиаром. То есть, во-первых, действительно очень тяжело проконтролировать, посещали ли российские граждане Крым, потому что никаких штампов в паспорте при посещении Крыма не ставится. Я понимаю, что все-таки там мир сейчас современных, технологий, там каким-то образом все это возможно. Я понимаю, что все можно там отследить по IP-адресам, там, с помощью различных, так скажем, технологий, но я не думаю, что западные страны заинтересованы в снижении турпотока, так скажем, отдыхающих россиян. То есть, я думаю, что они наоборот заинтересованы, чтобы турпоток приезжающих к ним россиян был только увеличен. И я не думаю, что они настолько там страдают какой-то русофобией, там, либо еще чем-то, что будут отслеживать какие-то там, не знаю, там, электронные адреса, там, какие-то электронные билеты тех, так скажем, граждан, которые посетили или отдохнули в Крыму. Я думаю, что это уже некий такой, ну, черный-черный пиар, чтобы сократить количество россиян, отдыхающих в Крыму. Ваше мнение понятно, да, спасибо. Вот с моей же точки зрения, почему меня очень эта тема возмутила, потому что, я думаю, она на поверхности, как самое такое, одно из опасений в связи вот со сложной, да, ситуацией, которая сейчас идет между Европой, между Россией, там, между Соединенными Штатами. И что больше всего боятся все, что нам действительно окно в Европе будет закрыто. Вот вы считаете, действительно, это черный пиар, то есть не может до таких резких мер дойти? Я думаю, что это на данный момент это нереально, ну, по крайней мере, при текущей, так сказать, политической ситуации. Если мы посмотрим весь, ну, тот набор санкций, который, так скажем, наложен, там, на Россию, он все же касается именно финансовых организаций и именно продукции военного назначения, которые также используются в оборонной промышленности. То есть он практически никак не касается простых граждан. Ну да, и того незыблемого права на свободу и предвижение, которое все-таки... Ну, за исключением определенного списка... Ну, попали, понимаете, вот пусть это, возможно, там была действительно профанация, пусть это был, возможно, там, врос, тем не менее, вот лично у меня, я хочу, честно сказать, это задело, и я тоже сразу же ввенилась в интернет искать, где же правда, там мало ли нет, и, конечно, было спокойно тем, что все-таки, наверное, это не, скажем, не так официально, да, там, действительно, не переопасение. А тогда вот по поводу правления продуктового эмбарга. То есть опять-таки санкции на санкции находит, мы... Ну, тут, получается, это тоже некая политическая игра, то есть совсем недавно в Соединенные Штаты, там, совместно с Европой продлили срок антироссийских санкций до конца января 2016 года, нам нужно было что-то, как бы, ответить, и у нас, в принципе, других аргументов нет, как продлить именно продуктовые санкции. Но в то же время, если вы помните, эти продуктовые санкции уже продолжаются практически с сентября, с октября прошлого года, и в то же время продуктов на проках меньше не стало. То есть и при желании можно найти как импортный алкоголь, так и французский ассорет, и любые иностранные продукты, они, в принципе, доступны. Да, ну, мы тоже с вами, да, понимаем, что, скорее всего, это было, там, ответным решением на продление на полгода санкций в наш адрес, в адрес России, Евросоюза. Ну, надеемся, да, что это все-таки так сильно не затянется. И тут вот разговаривал с одним руководителем тоже сельхозпредприятия Кировского, он сказал, что, по его мнению, никак не меньше заводится импортных продуктов, просто, так скажем, сложнее выстраивать логистику завоза этих продуктов, и, соответственно, несколько происходит удорожание, а так, все, к чему привыкли россияне, они, в принципе, при желании, и при возможности, при финансовой возможности все эти продукты они могут найти. Ну, вот опять же, раз у нас так все с вами по порядку идет в тему, новость, конечно, она, там, не последних двух дней, там, не этой недели, о снижении ключевой ставки, да, 16 июня еще это произошло на 1-процентный пункт. Много это или мало, во-первых, хочу я вас спросить, и насколько вообще мы можем радоваться, насколько стабильна сейчас именно финансовая ситуация, несмотря на то, что санкции продлеваются здесь, санкции вводятся какие-то новые там, и вот делаются там всевозможные заявления насчет кризиса или нет кризиса в России, как вы считаете? Ну, здесь ситуация, она получается в следующем, что после того значительного взлета доллара, который был в конце 2014-го, в начале 2015-го года, сейчас мы, ну, то есть, мы, Российская Федерация пытаются найти некий равновесный и выгодный курс рубля по отношению к доллару, и при текущей ситуации, то есть, вот, то равновесное состояние при цене нефти в 60 долларов, стоимости доллара в 55, там, 56, 57 рублей, он является действительно, как бы, таким равновесным курсом, и вот это все же снижение ставки ЦБ, оно в первую очередь, как бы, связано с тем, чтобы удержать от дальнейшего падения доллара, потому что, если мы возвращаемся к первой теме, получается, что ни крупному, ну, ни российскому бизнесу, крупному, который у нас так или иначе завязан на экспорт продукции, ни российскому бюджету не выгоден сильный рубль и дешевый доллар, то есть, от этого, так скажем, очень сильно зависит, ну, в том числе и наше промпроизводство, если, допустим, посмотреть, вот тут совсем недавно смотрел цифры по промпроизводству Кировской области, интересный такой момент, что в первом квартале 2015 года промпроизводство Кировской области выросло на 15%, и это, в первую очередь, именно рост за счет того, что экспорт, то есть, те предприятия, которые занимаются экспортом, это деревообработка, это химическая промышленность, то есть, наш крупный химический комбинат, они смогли получить гораздо больше выручки за свою продукцию, то есть, вот тот, так скажем, курс доллара, который был в первом квартале, он, опять же повторяюсь, он получил, он позволил получить значительные, так скажем, выгоды именно тем предприятиям, которые занимаются экспортом продукции. То есть, для них некий баланс просто был... Да, и получается, что сейчас, вот за счет, так скажем, снижения ключевой ставки, СРБ снижает стоимость денег, а это, и по идее, по логике, денежные средства должны пойти, в том числе, и на копку долларов, что приведет к некому, так скажем, повышательному, повышательному тенденциям. То есть, ну и в принципе, ЦБ делает все от него зависящее, чтобы, допустим, доллар, по крайней мере, значительно не падал, чтобы он где-то колебался, вот именно на этих уровнях. Совсем недавно он также заявил, что, ЦБ заявил, что собирается довести золотовалютные резервы до 500 миллиардов долларов в течение нескольких лет, и вот, условно говоря, несколько недель назад, когда доллар снижался до 50 рублей за доллар, ЦБ сам выходил с валютными интерверциями и скупал дешевеющие доллары на рынке, чтобы там, так скажем, поддержать доллар, потому что это, я понимаю, конечно, не интересно простому обывателю, по крайней мере, в краткосрочном периоде времени, потому что это все же рост и цен, и инфляция дополнительная, но если смотреть более, так скажем, глобально, дорогой доллар, это, при текущей политической ситуации, это единственный, так скажем, экономический, так скажем, посыл, который может позволить вытянуть российскую экономику. а прогноз, вот есть какой-то у вас насчет того, как вообще может дальше складывать ситуацию? тут, понимаете, прогнозы строить довольно-таки сложно, и в первую очередь тут зависит именно от цены на нефть, но... в дальнейшем будет все же сползать. Будет она там дешеветь быстро или не быстро, тут уже довольно много... но это другие вопросы, тут есть какие-то и политические факторы, это и активность исламского государства в азианском регионе, но если говорить именно с точки зрения технологий, с точки зрения баланса спроса и предложения, то нефти добывается все же больше, чем ее потребляется, а это основной рыночный механизм, который приводит к снижению цены на товар. То есть снижение цены на нефть приведет к тому, что государство будет вынуждено и дальше обесценивать рубль, чтобы выполнять все свои бюджетные... с одной стороны выполнять все свои бюджетные обязательства, с другой стороны поддержать российский бизнес, чтобы ему было комфортно работать. То есть если вы посмотрите, на удивление многие даже те предприятия, которые работали в Кировской области для внутреннего потребителя, ну допустим это же компания Веста либо там Перелли, ну нет, химкомбинат, не химкомбинат, бывший Кировский шинозавод, а компания Перелли, то есть после того, как если они раньше производили здесь и продавали здесь на территории как бы России, это было с точки зрения логистики более-менее выгодно, то с учетом того, что доллар подорожало и получается, что в глобальном смысле рабочая сила, то есть стоимость одного работника обесценилась в долларовом эквиваленте, то есть им стало даже выгодно продукцию, которую они производят здесь, продавать там за рубежом. это, по-моему, тоже была статистика как раз-таки месяц назад в целом по России, где действительно увеличиваются доходы по экспорту и в принципе те предприятия, которые понимали, насколько они могут выиграть в этой ситуации, они выиграли. В связи с этим хочу спросить вас, спрашиваем мы всегда многих вас и как финансовый экспорт и Константин Акрополь и как просто человека, вот все-таки все эти скачки, все эти валютные нестабильности, начиная, наверное, с осени, да, прошлого года на вас конкретно как-то отразились? Вот это почему спрашиваю? Потому что на самых высоких уровнях, да, делаются различные зрения, есть у нас кризис или нет, да, нет, мы в активной стадии находимся, да, что, он прошел, а был ли он вообще? И в глобальном смысле вроде бы все стабильно, все нормально. Если говорить про наш бизнес, то ситуация гораздо немножко сложнее и получается, что наш бизнес связанный с инвестированием на рынке ценных бумаг, он еще не вышел из кризиса, который был в 2008 году. То есть мы находимся в кризисе уже практически там 7 лет. Он закончится? Ну, когда-нибудь он закончится, то есть когда, я не знаю. И в то же время, то есть мы видели, что, так скажем, происходило там год назад, там два года назад и к текущему состоянию мы были более-менее готовы. То есть и, кстати, вот тоже такой интересный момент, что финансовый сектор все же гораздо лучше пережил вот этот финансовый кризис, ну, я не знаю, можно сказать, финансовый кризис, но вот эти всплески, скачка валюты, которые были вот в конце этого года, в начале, в конце прошлого года, в начале этого года, чем кризис 2008 года, потому что в 2008 году ситуация в банковском секторе, она была действительно такой, очень такой, очень серьезной и мы были практически на награде какого-то банковского коллапса. То есть сейчас, да, действительно, то есть банкам плохо, то есть рентабельность банковского бизнеса она падает, доходность банковского бизнеса падает, но, по крайней мере, банки могут выполнять свои, так скажем, текущие финансовые обязательства. Да, моя новость сейчас открыла новость на ведомостях последняя, допускает один из руководителей департамента Центробанка восстановление рейтингов России, но через 12 месяцев. То есть опять-таки мы не говорим, что мы находимся там в, так скажем, сложной ситуации, но какое-то восстановление там, да, мы наблюдаем. Вот, правда, это неофициальная точка зрения банка, подтверждается, да, в сообщении Интерфакса, это все-таки какое-то отдельное мнение. Вот, конечно, говорится о рейтинге многих предпринимателей в первую очередь, да и вообще это касается не простых граждан там и всех нас, возможное введение нового налога. Во-первых, там что-то новое воспринимают, да, все достаточно сложно, а тут еще новый налог для административно-деловых торговых центров площади свыше тысячи квадратных метров и вот предлагается установить единую налоговую ставку в 2% от кадастровой стоимости имущества. Предприниматели опасаются, что налоговые платежи могут увеличиться в десятки раз. Насколько вы считаете такую меру вообще необходимы? Понятно, она необходима с точки зрения пополнения бюджета, но насколько тогда необходимо реальнее, насколько вообще все это можно будет реализовать? Политика государства тут понятна, то есть, так как снижаются доходы за счет, так скажем, этих-то нефтегазовых отраслей, государству нужно выполнять свои бюджетные обязательства и, соответственно, повышать пополняемость бюджета за счет каких-то других налогов. И налог на имущество он тоже вроде бы понятный и прозрачный. И я, в моем понимании, налог справедливый. То есть, если у тебя есть какие-то действительно активы, и ты от этих активов получаешь какую-то коммерческую выгоду, то с этих активов нужно плачевать налог. Но тут все опять же упирается в какие-то, так скажем, разные моменты и в разные детали. речь об этом налоге с кадастровой стоимостью идет уже, наверное, так, ну не знаю, два-три года. И я так понимаю, что сейчас вот эти торговые центры это некая возможность обкатать эту собираемость налога именно с кадастровой стоимостью именно на крупных объектах. Но опять же получается, что какая-то некая возникает, несправедливость. Я объясню, допустим, раньше в чем ставка по налогу на имущество для предприятий, которые работали на основной системе налогобожения была одна, две прочные была другая, более выгодная. Соответственно, крупный бизнес стал изображать из себя мелкие предприятия и пытаться снизить, так скажем, оптимизировать свои налоги за счет дробления бизнеса и получить получение льгот через, так скажем, изображая из себя небольшие мелкие предприятия. Сейчас получается опять же такая же ситуация, немножко как бы несправедливая, что хотят довольно существенно поднять ставку налога именно для торговых центров, но опять же не совсем понятно, что будет с теми торговыми центрами, которые оформлены на физических лицах. А не секрет, что очень многие крупные торговые центры в Кирове, они все же числятся даже не на акционерных обществах, не на юридических лицах, а на физических лицах. Я так понимаю, что тоже ведутся какие-то определенные разговоры и планы в том числе и по изменению налогоблажений физических лиц, но это опять же какая-то далекая перспектива. Ну и представьте, совершенно там два одинаковых торговых центра. Один там на юрлице, другой на физлице и совершенно разным налогоблажениям. Также довольно много, во-первых, самих вопросов к этой кадастровой оценке, потому что я так понимаю, что в каких-то случаях она будет не совпадать с рыночной ценой. И так как она считается практически полуавтоматическими так скажем способами, с помощью различных коэффициентов, может будет получаться, что торговые центры реально будут переплачивать больше как бы рыночной цены. И еще такой момент получается так, что сейчас все же не самое возможно подходящее время. Вот, это мой следующий вопрос. Насколько это вообще может быть своевременно? Неужели создатели инициативы не видят, что у нас в большинстве торговых центров все-таки пустуют арендные места и наблюдается даже не в крупных каких-то деловых но наблюдается вообще повсеместно. То есть тех даже кто мог уйти из торговых центров недостаточно будем считать повышенная арендная плата более мелкая и там тоже не выдерживают и арендную плату платить не могут. Вы также согласны что-то несовременно может быть немного? Ну тут проблем много, но я разговаривал сегодня с представителями крупных торговых центров, то есть по ихним оценкам за последние полгода год произошло просто снижение арендной ставки по некоторым объектам от 10 до 50 процентов и в то же время заполняемость торговых помещений она сейчас тоже очень слабая то есть помещения торговые пустуют и некоторые торговые офисные помещения они пустуют на 50 процентов и условно говоря введение этих дополнительных налогов она может просто действительно очень серьезно повлиять на рентабельность бизнеса потому что и а собственники этих помещений они получаются что загнаны в какие-то определенные рамки они попытаются повысить аренду плату попытаются это переложить на так скажем на аренд арендателя вот но я боюсь что это у них при данной текущей экономической ситуации у них это может как бы не получиться спасибо давайте прервемся сейчас на небольшую рекламу после этого продолжим об особом мнении на 101.0 для Кирова особое мнение у меня зовут Оксана Патменко в гостях в студии Константин Кропани финансовый эксперт и исполнительный ажиофинанс закончили мы не закончили точнее или закончили мы на теме возможного повышения налогов для административно-торговых центров решили что это скорее всего мера не своевременная ну и наверное так скажем пока инициатива там неполноценная кстати вот еще один момент который здесь мы с вами не обсудили закон же все-таки регионально принимается а мы сразу там с вами как жители города думаем о торговых центрах достаточно крупных а может быть и нет которые есть в городе а вот распространится ли это на районы города и что вообще будет там мне кажется там просто этот бизнес если он есть он не выживет действительно сейчас в торговле такой бизнес сложный и он больше сложный в плане того что меняется вся концепция торговли и тот формат торговли который существовал раньше там несколько лет то есть какого-то такого рыночного когда были эти мелкие магазины которые возили что-то из Китая либо там еще еще что-то продавали это все может быть как бы уходит в прошлое и тут может быть даже не все связано именно как бы с кризисом а именно с тем что слишком много у нас каких-то непонятных там магазинчиков ловчонок там либо еще что-то которые с одной стороны мало продают продукции с другой стороны надо как-то выживать поэтому они поднимают то есть скажем цены в разы то есть я тут был на рынке в Котельниче то есть я удивился что там на рынке рубашки непонятно что они себя представляют ужасно некрасивые страшные рубашки продаются там по 600 по 700 рублей люди покупают потому что они альтернативы хотя можно за такие же деньги купить хорошую фирменную вещь в хорошем торговом центре да и здесь возможно опять же ситуация обсуждается перед фирмом когда делается что-то действительно хорошее большое торговый центр достаточно современный где есть вся инфраструктура где есть вот как раз такие рубашки которые уже хорошие за те же там 600 700 рублей да там более приятные там можно не идти на рынок но люди туда не идут по привычке возможно такие или по какому-то еще обычаю или там не пользуются и так далее опять вот эти торговые центры тоже оказываются невостребованными это если брать там прям в очень-в очень таком массовом аспекте да там вообще я думаю о всех например жителях ну и к слову да введение этого налога связаны еще вопросы по нему связаны с тем что у нас же еще планируется строительство очень достаточно крупного торгового центра как раз таки уже который подходит под статус там молопа да такое понятие и опять же вопрос что будет с другими торговыми центрами и вы вообще часто входите в торговые центры как потребитель ну не так часто то есть я все же стараюсь раз в год выезжать на отдых за границу и получается что мне этой поездки как бы достаточно чтобы немного сменить свой гардероб гардероб потому что действительно и выбор и цены ценовая политика то что присутствует в Кирове оно оставляет желать лучшего то есть многие эти же кировчане едут в Казан в другие города где есть более крупные торговые центры где можно найти более качественную одежду по более более приемлемым ценам но возвращаясь к нашей теме хотел бы еще раз подчеркнуть что налог действительно он как бы нужный он нужный и понятный потому что именно за счет вот таких налогов то есть налогов с имуществом как раз формируется наш год формироваться городской бюджет то есть а это именно такой налог прозрачный то есть если у вас есть какая-то недвижимость то есть ее легко оценить и легко с нее получить какую-то налог какую-то сумму налога просто как этот брать налог в каком объеме и разделять что с одних брать а с других не брать возможно в этом так скажем не совсем правильно когда одни у них так скажем появляется более конкурентное преимущество за счет того что у них это же торговая недвижимость записана на физическое лицо не находится на балансе ее лица как раз таки вот яска другая промышленная палата и сегодня у нас главный пакет был в эфире все-таки на защите предпринимательских стали и все-таки законная инициатива будет доработана максимально до четкости и прозрачности чего делать наверное нам все давайте сейчас у нас немного времени осталось обсудим такую более уже скажем нашу региональную тему мы с вами в Пидерском экономическом форуме говорили об Эмбарго о Шенгене парки в нашем городе опять очередное новостное сообщение из этой темы собираются подписи в поддержку строительства у парка Победы активисты которые собирают заявлять что футбольное поле которое по некоторой информации планируется отдать под застройку дайте пустырем его нужно облагородить деятельность этих активистов направлена против тех кто сегодня участвует в сходе за сохранение парков города то есть вот возникает противостояние люди которые не хотят чтобы парки вообще трогали застраивались и те кто понимают что есть пустырь скорее всего он так и называется таким и является и его нужно облагородить вы как житель на чьей стороне трогать парки или не трогать парки за современный подконт ну естественно парки нужны я сам люблю гулять в парках hatten такие должны быть парки они должны быть парки действительно кей-то современные в которых было бы чем заняться, а не только гулять по аллеям. Ну и желательно, чтобы аллеи были, так скажем, убраны и хорошо заасфальтированы, чтобы это были все же современные парки. А так либо иначе, что очень много территорий, находящихся рядом с парками, или там по соседству с парками, или внутри парков, они, эта территория действительно, она не ухожена, она заброшена, она никаким образом не используется. И тут все опять же опирается в детали. То есть потому что люди, они же не против того, чтобы там построили в парке стадион, но они боятся, что заявляется стадион, а на самом деле построится в конечном итоге какой-нибудь платный фитнес-центр, либо опять же новая коммерческая недвижимость, которая будет сдаваться в аренду. То есть люди боятся этого, что нету доверия к бизнесу, и нету никаких гарантий, что вот какой-то очередной, так скажем, непонятно откуда взявшийся бизнесмен на халяву не отхватит кусок земли в центре города и не освоит его именно под личные коммерческие цели. Видите ли вы компромисс вообще возможный в этой ситуации, если видите, то какой? Вот, например, да, там люди не доверяют какому-то бизнесмену, который пришел, хочет что-то построить, они, наверное, могут говорить. Понимаете, поговорить можно обо всем, то есть говорить можно долгое и на разные темы, то есть одно дело говорить, но другое дело что-то делать, и что... Действительно, допустим, вот нынешние вот эти митинги, нынешние вот эти разговоры, они напоминают, просто хотят у народа, ну, выпустить парк, что вроде поговорили, да, обсудили, тему-то немножко там обсудили, зажали, а потом там через полгодика, через годик там опять обнесут это заботчикам, и начнет возводиться непонятно что. Тут в первую очередь вопрос, то есть спрос должен быть городской администрации. То есть у нас есть городская администрация, которая должна таким, то есть каким-то образом этот процесс контролировать и действовать именно в интересах горожан, в первую очередь в интересах горожан. В связи с ситуациями всевозможными, в том числе в парке, в районе Дворца Пионеров, там и других, когда также активисты отстаивали застройку, все-таки администрация прислушалась, и сам факт проведения вот общественных слушаний стал более, ну да, они так должны быть публичными, но тем не менее и силами радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове, и силами других активистов, так скажем, еще больше публичности было это все передано, хотя бы люди знали, что действительно в таких вот обсуждается общественные слушания. Вот были, мы знаем, что были некоторые, так скажем, сделаны шаги для улучшения вот этой ситуации, открытости, для вас вот изменилась ли ситуация? То есть, например, вы там как житель, человек, который там просматривает новости, там общается, обсуждает какие-то вопросы, стало ли понятнее, кому отдают землю, и что будет конкретно на каких-то участках? Потому что это главная цель, которую хотели активисты и общественники. Ну, любая публичность, открытость – это действительно благо, и когда появляются действительно инициативные граждане, которые отстаивают интересы именно горожан, а не каких-то бизнес-кругов, это очень замечательно, то есть это очень хорошо. Но опять же, что будет дальше? То есть, к сожалению, любые эти публичные разговоры, они не приводят ни к подписанию каких-то документов, то есть, и насколько я вот почитал в интернете, по поводу проведения этих публичных мероприятий, то есть, в ходе этих публичных мероприятий даже предоставляется очень мало какой-то конкретной информации, что будет построено в конкретном месте, какие объекты, то есть, нет практически никаких схем, никаких презентаций, и получается, что ни граждане, ни присутствующие, так скажем, на этих публичных слушателей, они, по большому счету, сами не знают, что это защищает. — Тогда, наверное, здесь и начинается из-за незнания, вот такое, можно сказать, пустословие, да, одни там кричат, нет, другие, да, и, собственно, все расходятся. — Ну согласен, но проблема, она очень действительно как бы серьезная, и тут надо, я не знаю, как с этим бороться, но это действительно ответственность лежит на администрации города и на каких-то, так скажем, контролирующих органах, потому что проблема застройки, вы посмотрите, сколько у нас в Кирове зданий построено без разрешения и согласования. То есть эта тема не так как бы часто поднимается, но очень... — Ну стала подниматься, кстати, тоже в последнее время, и благодаря тоже тем событиям... — Очень большое как бы это количество зданий, там в том числе каких-то и крупных торговых, офисных центров, построено без наличия согласовательных документов. То есть почему это делалось? Потому что раньше, соответственно, то есть люди просто получали землю каким-то образом, все это застраивали, а потом этот вопрос уже задним числом могли урегулировать городскую администрацию либо за счет каких-то звонков от очень влиятельных людей, либо за счет, не знаю, каких-то других, так скажем, ресурсов. Сейчас ситуация изменилась, как бы это очень хорошо, и... — Ну вот, кстати, вроде бы, да, изменилось, но опять-таки новость, которую мы сейчас с вами обсуждаем, да, сбор подписей в пользу застройки. Участники схода считают, что... А, участники схода за отстаивание, их много, участники с разных сторон, говорят, что все-таки власти незаконно перевели землю, где сейчас расположено футбольное поле, из парковой зоны в зону застройки. Вот сейчас требуют отменические решения. То есть, конечно, на пятом месте тоже не бывает шума. Вот, возможно, опять все-таки где-то была какая-то ошибка совершена. — По Павлу Победы много разной информации в интернете. Мне не хотелось бы сейчас, конечно, обсуждать, но действительно, возможно, там... Я думаю, что с точки зрения законодательства там сделано все правильно. С точки зрения интересов горожан, конечно, интересы горожан были ущемлены. — Ну, мы надеемся, что все-таки будет благоустроенный каждый наш парк. На этом наше особое мнение программы заканчивается. Константин, спасибо вам большое за эфир. Услышимся. — До свидания.